Эксперты на заседании высказали свое мнение по самым разным вопросам – от внешнего вида улиц до пешеходного турмаршрута. В завокзальном микрорайоне постоянно проживает 21 тысяча сочинцев. Летом количество жителей вырастает еще на несколько тысяч человек. Сегодня на градостроительном совете рассмотрено 20 проектов благоустройств территории микрорайона завокзального. Микрорайон завокзальный считается одним из крупных густонаселенных территорий города Сочи. Поэтому требует современности, современного озеленения, малых архитектурных форм, детских площадок и, в принципе, большого комплексного развития территории на уровне современности. Главная идея благоустройства микрорайона предполагает, что на территории завокзального появится сразу несколько новых скверов. Там планируется высадить местные деревья и кусты, чтобы не завести на курорт вредителей. Очень важно отбирать те растения, которые устойчивы к негативному влиянию и окружающей среды, потому что сам город оказывает тоже стресс на эти растения. Так называемые городские растения должны быть. Так и устойчивых к этим вредителям, которых сейчас в августе очень много. У них период размножения, вы видите, покрылись сеточкой, пленочкой, многие растения. Это очень важное направление – отбор растений. Учитывать будут не только особенности растений, но и рельеф микрорайона. Также там предполагается сделать пешеходный маршрут. По проекту он планируется бесшовным, то есть непрерывным. И пройдет через мемориал погибшим в Великой Отечественной войне и живописную смотровую площадку на одном из склонов горы Батарейка с видом на центральную часть города. В случае успешного утверждения проектов и после поступления финансирования преобразятся и улицы завокзального микрорайона, и дворы многоквартирных домов. Вся программа рассчитана на несколько этапов, которые планируется осуществить в течение нескольких лет.